Склероз Счастье, информация новая, забывая заднее, не клинься, ну говорил и говорил, забудь, нигде я переживаю. Я только что вернулся из моего путешествия по Украине, и я ехал туда по причине того, что у нас был прямой эфир из Кременчуга, и нашему телеканалу вот в эти дни, на этой неделе исполнилось 7 лет спутниковому телеканалу. И я поздравляю вас с 7-летием. Мы пошли в первый класс, и это первый класс нашего хождения. Мы начинаем теперь учиться. До этого мы игрались, было детство, теперь начинаем учиться. Но все равно мы все еще озорные, радостные, у нас еще хорошее настроение, нас еще школа не испортила, и мы смотрим на жизнь прекрасно. Вы знаете, многие люди задают этот вопрос и спрашивают вопросы по телеканалу СНЛ, как он образовался. Это, конечно, история от Бога. Я не знаю, каким образом случилось, но почему-то Бог презрел на нас, на нас к Средней Азии. Бог любит Среднюю Азию. Я не знаю, как вы, но я знаю, что и верю, что Бог любит Среднюю Азию особенно. Конечно, он любит и Украину. Конечно, он любит и Россию, и Латвию даже любит. Там немножко совсем расстояние. Можно за несколько часов проехать всю страну. У нас, когда Александр сказал, что хочет сделать тур по Казахстану, Александр только на поезде из одного угла Казахстана в другой три дня ехать. Я однажды одному иностранцу говорю, слушай, у нас на поезде садишься в Алма-Ате и в Уральске через три дня выходишь. Он стоял, стоял, говорит, слушай, какие у вас медленные поезда. Я говорю, на полной скорости. Когда приходят письма, записки, телефонные звонки, подобные этому. Вы знаете, люди смотрят на прямые эфиры, которые мы проводим, а мы проводим много прямых эфиров. Кто не смотрит наши прямые эфиры периодически? Знаете, у меня такое ощущение, что я уже поселился где-то между спутником и телевизором человека. И когда кто-то говорит, Максим, а ты у нас в углу живешь, в телевизоре. И это действительно похоже на это. Иногда я уже сам начинаю себя чувствовать, что я в каждом ящике сижу. И у меня даже уже стиль такой, я уже начинаю там, знаешь, из ящика. Эй, ты слушай меня. Вы когда видели, когда один раз я что-то разозлился на аборт, и как стал кричать. И меня кто-то успокаивает, говорит, успокойся, все хорошо, из ящика не вылезешь. Большое спасибо вам за прямые эфиры. Может быть, вашей целью было, целью и не было ободрять служителей, но включив ваш канал, я только для себя и слышу. Бог использует вас для того, чтобы ободрить меня лично. На его цели, говорит нам любовь из Молдовы, какие у него есть. На расширение пределов для моего служения перед Господом. Даже сны на этой неделе у меня об этом пошли, как только стал осмотреть СНЛ. Но теперь я не хочу делать что-то ради своих амбиций. Хочу именно то, что хочет Бог. Попробовал до сих пор делать многое, но хочу, чтобы не я делал, а чтобы Господь делал ради Его славы через меня. Спасибо вашему телеканалу за то, что мне дали это понять. Слава Господу Иисусу Христу. Такие, такие подобные записки мы получаем постоянно. Когда я был в Кишиневе, вы знаете, пасторы собираются, они, ой, в Кишиневе, где же я был? В Кременчуге был. В Кременчуге был. Пасторы собрались, и они думали, мы там, знаешь, такие навороченные, телевизионные. И когда они увидели, мы простые ребята, нормальные. Кстати, Виктор Судаков огромный привет вам передавал, Анатолий Макляк. Мы вместе проповедуем, служим, молимся, и один пастор говорит, знаешь, я вас переносить не мог. Смотрел вас все время, но, говорит, посмотрел, как вы пашете. Я, говорю, в шоке, я не видел, чтобы люди столько работали. А у нас, знаете, как там конференция, бежим туда, молимся туда, карточки несем туда. Здесь молимся, здесь говорим, здесь молимся, здесь говорим. И там температура 38 градусов на улице, ну а в помещении под софитами 45. И мы течем, плывем, и молимся, и кричим, и провозглашаем. И он говорит, я думал, что вот эти карточки, тонны, которые вы носите, это муляжи. Ну просто, знаешь, там наложили бумажки, и типа вот нам люди дозвонились. И они подходят и тайно читают. А я разрешаю, краем глаза смотрю, читают. Я говорю, Господи, работай, аллилуйя. И он подошел и говорит, я вижу, что Бог реально использует вас, и это большое благословение. Вы знаете, когда мы, когда мы слушаем, мы становимся какой-то новый вид служения. Во времена Иисуса Христа, он, одна женщина, написала, говорит, я, конечно, люблю ваш канал, но что вы все время, аллилуйя, через три дня конференция, три дня чудес Божьих, Иисус Христос, аллилуйя. Говорит, если бы Иисус пришел, разве он делал бы такую рекламу? Ходил бы он по улицам и говорил, Иисус Христос проводит конференцию чудес. Я говорю, дорогоценная моя сестра, он точно этого бы не делал, это бы делал я. Я бы бегал за ним с камерой и говорил, а сейчас Иисус Христос говорит с женщиной, а сейчас Иисус Христос забрался на гору и в лодку к Петру залез и говорит важные слова, прислушайтесь. Многие не понимают, это наше служение, доносить любовь Божью, благодать и благословение Божие для людей. Скажем на это, аминь, драгоценная. Это наше служение, это наше предназначение. Как мы можем, так делаем, стараемся изо всех сил распространять благую весть. Я после Кременчуга поехал в Днепропетровск, и пастор Юрий Коновалов, наш хороший друг, меня встретил, принял. И знаете, когда он принял меня, мы пошли в дворец спорта, и стадион Беннихин приехал, собралось там 30 тысяч человек. 30 тысяч на стадионе собралось. Хор полторы тысячи человек. Только хор. И это нечто, это просто, только хор поет, там уже просто ты чувствуешь. И знаете, Беннихин интересный служитель, он не выходит на собрание где-то два часа. Люди поют, поют, поют. Он не выходит, говорит, они еще не готовы, аллилуйя. Пусть готовятся. Ожидание чудес, ожидание славы, ожидание. Когда наши ребята пришли на стадион, его открыли в два часа. Где-то в четыре часа уже треть стадиона была заполнена. К пяти часам уже половина стадиона была заполнена. Половину шестого весь стадион был заполнен. Когда должно начаться собрание, двери закрыл директор стадиона, сказал, больше никого не пускать. Все, хватит. Народу слишком много. Что-то необычное, столпотворение людей отовсюду съехались. Люди ожидают чудес, ожидают благословения, молитва. И когда запели «Великий Бог», вышел оперный певец. И знаете, вот это помазание, просто люди сокрушались перед Господом. Мы переживали огромное благословение. Я помню, в Алма-Ате в 92-м году мы стадион собирали. Мы собрали где-то 57 тысяч человек. Все, поле было заполнено. Кто-то помнит вообще тот стадион, нет? Кто пришел на тот стадион неверующим? Просто ты пришел неверующим. Вы помните, да? Это было нечто. Я когда стоял на стадионе, я не мог понять, что происходит. Это нечто особенное. Вот это когда вся масса людей и говорит «Аллилуйя!» Начинает хлопать, кричать от радости. Иногда непонятно, из-за чего кто-то начинает хлопать в углу стадиона. И весь стадион начинает хлопать и кричать. Вообще иногда не понимаешь, что происходит в конце концов. Мы находимся здесь, и люди задают разные вопросы. Людей беспокоят разные вопросы. Вот Андрею Кочкину был такой интересный вопрос. Почему все самые симпатичные мужчины уже женаты? Почему их быстро разбирают? Мне такой вопрос никто не задал. Вот, я не знаю почему. Аллилуйя! А вот такой интересный вопрос поступил от Галины. Она говорит «Вы используете 25 кадр в своем телеканале?» Говорит «У меня после просмотра телеканала возникли сомнения». Говорит «Потому что чем больше я смотрю, тем больше мне хочется смотреть ваш канал». И больше, и больше, и больше она написала. Дорогая Галина, мы 25 кадр не используем. Это называется «Сила Духа Святого». Аллилуйя! Люди задают разные вопросы и о призвании, и о служении. Многие каются. Получил спасение и крещение Духом Святым через телеканал СНЛ. Вы знаете, когда ты смотришь на результаты, всегда задаешь вопрос «Причина в чем?» Почему так Бог благословляет? Почему Бог дает благословение? Один из секретов, которым я хотел бы поделиться, состоит в неправильности нашего советского менталитета. Вы знаете, когда вот наш человек что-то сделает, и ты приходишь и говоришь «Молодец! Классно сделал!» Он говорит «Да ну, я лучше могу». Да это не очень. Знаете, человек дом строил, строил, старался, все сделал, все сделал. И когда ты приходишь к нему, говоришь «Вау, как красиво!» Он говорит «Да видишь, вот там не то, вот там не то, там гвоздь не так прикручен, чуть-чуть трещина». Это есть такое, да? Вместо того, чтобы сказать «Я построил дом» и дырку закрыть спиной, вот у нашего человека все наоборот. Он говорит «Ну, я лучше могу». Я тебя вообще кто-то спрашивал, что ты можешь или не можешь? Но вопрос в том, что мы не оцениваем то, что мы делаем. И часто мы с принижением, особенно молодое поколение, они не такие, они хвалятся, у них ничего нет, они уже хвалятся всем. Я говорю, вот за нас, стариков, кто родился тогда еще в Союзе, мы как-то придираемся сами к себе. И мы думаем, что это такой вид праведности, духовности, скромности, когда ты начинаешь уничтожать то, над чем ты старался, во что ты душу вкладывал. И вместо того, чтобы сказать «Я сложил все, что только мог, всю свою жизнь, все силы, все эмоции, я вложил, я сделал самое лучшее, что мог». Мы часто говорим «Да ну, ничего, не то, не то, не то, не нормально». Но, дорогой мой, научись смотреть на произведение своей жизни с благодарением. Ты сделал, как ты сделал. Научись смотреть с радостью, как ребенок, который нарисовал что-то. И он искренне, в своей наивности верит, что это шедевр. И приносит и говорит «Мама, смотри, вот это состояние, я делаю все, что могу, в самой лучшем форме». У меня не все получается, не все стыкуется, иногда не въезжает, иногда не работает, но мы стараемся делать по-максимальному. И мы не уничтожаем то, над чем мы трудимся. Вот это состояние самоуничтожения, пренебрежения. Я делал, я старался, да, я, наверное, лучше сделаю, но в этот раз я взял самую высокую планку в своей жизни. Я всегда беру самую высокую планку. И если у меня не получилось, я не уничтожаю себя. Я буду продолжать делать до тех пор, пока живу, пока дышу. Не останавливайся. Если умирает мечта, что делать? Если кончается желание, нужно брать другую мечту. Нужно мечтать снова. Это другой секрет жизни. «Перестань уничтожать себя и всегда бери мечту». У меня было много желаний, были разные мечты. Было вот это хотел, и то хотел. Я мечтал об этом и о другом. И знаете, многие из них кончились. Я расскажу о нашем газетном эксперименте. Кто-то помнит, мы газету выпускали? Помните газету, да? Мы выпускали газету, выпускали, выпускали, пока она у нас не лопнула. Все, кончилась газета. И я искренне верил, что это будет самая тиражная газета. Это будет самая лучшая газета. Это будет, вау, она была самая страшная газета. Она была ужасная газета. Она была просто дурацкая газета. И многие смеялись над нею. Но знаете что? Мы ее печатали. И потом мы просто перестали печатать. И потом мы стали печатать журнал. Кто помнит журнал наш? Помните, да? Мы стали печатать журнал. Мы эти станки взяли еще советские. И мы печатали журнал там. И пытались даже цветную обложку на одноцветном станке сделать полноцветную картинку. Это примерно как на ксероксе черно-белом пытаться сделать цветную картинку. Ты все время другой цвет картриджа туда засовываешь. Это фактически нереально. И постоянно картинка смазанная такая была. Но знаете, мы старались изо всех сил сделать что-то нормальное, настоящее. И я мечтал, это будет журнал. У нас тираж был 6 тысяч. И знаете, все силы у меня полмесяца уходило на этот журнал. И статьи читать, переписывать, людей собирать. Не знаете, что потом дефолт в России случился, когда помните, обвалился рубль. И просто все, кому мы выслали, они решили расплатиться с нами в рублях, которые ничего не стоили. И мы за один день обанкротились. Фактически журнал умер. И знаете, мне кто-то пришел и сказал, все, нужно закрывать журнал. И знаете, я стоял и я думал, ну разве не говорил мне Господь? И вот можно сказать, ты старался. Да нет, ты не то что-то сделал. Ты что-то неправильно сделал. Потому что у тебя не получилось. Вы знаете, вот это состояние. Ну не получилось же, признайся. Вот если кто-то мне подойдет, с рукой вытянует, признайся. Где газета? Где журнал? Мужская сухая слеза упадет с моей лица. Я пройду на кладбище моих проектов. И скажу, здесь не только журнал. И газета, здесь еще много чего похоронено. Я не хотел тебе открывать секрет, но так много вещей, которые мы похоронили там. И они умерли. И если все время ходить на кладбище и жить на кладбище. Вы знаете, это вообще странная позиция. Вот, ладно, хорошо. Когда вы строите дом, где вы хотите построить себе дом? Среди заводов, где станки, где железо рубится, пилится. Где падает бетон, цементный завод рядом. Вы там хотите жить? А где вы хотите жить? А? Где тише, правда? Спокойно. Соседи тихие, нормальные, не психи. Не с дрелью ходят, и не с отбойным молотком стучат. Вы хотите спокойных, нормальных соседей? Тихую улицу, чтобы не многолюдно было. Самое главное, чтобы народу меньше было, правда? Вы знаете, на кладбище именно такая атмосфера. Вот именно то, чего многие хотят. Тихо, нелюдно. Всегда цветы вокруг растут. Еда бесплатна. Соседи спокойные. Никому не мешают. Потрясающая атмосфера. Но знаете, почему-то никто не хочет жить на кладбище. Кроме советских людей. Они живут на кладбище своих неудавшихся проектов. Они живут среди этих кладбищ. Они постоянно приходят. Бывает, родственник умрет. И это нормально, что мы приходим, вспоминаем, навещаем. Но, дорогие, если вы каждый день приходите к могилке, каждый день сидите возле могилки, то это уже ненормально. Потому что вы начинаете жить среди мертвых. Если умерла мечта, если умерло что-то, не нужно жить рядом с мертвой мечтой. Живые и мертвые живут по разным адресам. Живите среди живых. Скажем на это, аминь, драгоценные. Многие продолжают жить среди своих неудавших. Вот я помню. Вот было время. Вот помню. А вы? Вот мы раньше. Дорогой, перестань жить на кладбище. На кладбище неудавшихся проектов. Перестань вспоминать. Было да прошло. Если бы у меня не было газеты, то не было журнала. Согласитесь? Но если бы не было журнала, не было бы телеканала. Мне нужна была газета. Газета это про дедушка телеканала. Или дедушка телеканала. А не листовка про дедушка телеканала. Газета дедушка телеканала. Журнал бабушка телеканала. Или там мама телеканала. а телеканал уже вышел оттуда, оттуда мы научились, оттуда мы взяли, но продолжай делать, не останавливайся, проблема в том, что многие люди останавливаются, они останавливаются на пути, ничего не делают, я пытался, не получилось, ну не получилось, и что? Что? Продолжай делать, продолжай стучать, продолжай идти, я не могу бежать, сил нет, иди, ну двигайся, я не могу идти, ну тогда садись, просто не можешь, если ты не можешь ходить, хотя бы садись, пытайся, сядь, я не могу сидеть, тогда хотя бы зубами открывай что-нибудь, клетце, подушку грызи что-ли, ну что-нибудь пальцами шевели, одеяло на себя натягивай, ну хоть что-то делай, что ты можешь, что способна делать рука твоя, не упустите возможности делать Божьи дела, не упустите возможности, пытайся сделать все, что в твоих силах, добрые дела, о которых говорил пастор Андрей, добрые дела, он, Бог не просил тебя их исполнить, он предназначил, добрые дела, все говорим, добрые дела, есть некоторые, я не чувствую, мне не получилось, не получилось, дорогой, если будем сравнивать, у кого что-то не получилось, у меня больше, чем у вас, давайте сравнивать, что не получилось в жизни, не все было успешно, и не все инвестиции были благословенными, но что делать, продолжай, 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 когда ты женился, и если после первой брачной ночи у вас не родился ребенок, продолжай, пытайся, сделай что-нибудь, предпринимай действия, не нужно говорить, я один раз постучался домой, меня не пустили, стучись, это твой дом, твой дом, стучись, пока двери не откроются, стучись, притчи, когда Иисус рассказывал про эту женщину, который там неверный судья, гадкий судья там, просто ей подстроил козни, и что она делала, она просто ходила, ему доставала, она поняла, что он ее засудил, и она ходила за ним, говорит, почему это сделал, почему это сделал, он уехал на работу, она приходит в этот момент к суду, и стоит, стережет, ее уже не пускают, она на улице, судья открыл окно, он говорит, это я, он закрывает окно, он выходит на улицу, она стоит, это я, и он скрывается, день, два, три, продолжай, продолжай, и ночью он проснулся, жарко, открыл окно, и вдруг слышит, что ты, я здесь, я знаю, где твоя спальня, настойчивость, и судья говорит, все, ради мира, психического баланса, дам ей то, что она просит, настойчивость, настойчивость, продолжай, продолжай стучать, Иисус сказал, хотите что-то, нужно что-то, чего-то надо, хочешь, ищите, стучите, просите, будь настойчивый, конечно, если ты думаешь, что Максим тебе что-то даст, и ты хочешь с меня что-то взять, и будешь стучать ко мне, бесполезно, я ночью окна не открываю, у меня кондиционер внутри есть, но настойчивость, это хорошая черта характера, продолжай искать возможности, Бог откроет двери, но Он говорит, ищите, просите и стучите, не друг на друга, а в двери стучите, в закрытые двери стучите, просите, это побуждение к действию, ну а что, Бог не знает, что мне надо, надо, Он просто проверяет, будет просить или нет, будет ли настаивать, будет ли снова приходить, будет ли, это позицию, искать, а что Он спрятал, зачем, ищи, все, Господи, начинаем прятки играть, где ты, Бог, который в тайне написано, давай скажем, Бог в тайне, Иисус говорит, Бог, который в тайне воздаст тебе явно, да, не получилось, продолжай стучать, а что происходит в жизни, если что-то не получается, продолжай жить, не поселяйся на кладбище, не нужно тебе место на кладбище иметь, говорит, ну я здесь, здесь тихо, хорошо, там плохо, там не место для живых, там место для мертвых, это прописка мертвых, не нужно жить в прошлом, я помню, я помню, хватит свою память напрягать, апостол Павел говорит, забудьте, забудьте прошлое, забывая заднее, ну я помню, заболей склерозом, забывая заднее, в другом месте написано, все ваше, и он говорит, настоящее и будущее, не сказано ваше прошлое, сказано все ваше там, и то, и другое, и третье, и настоящее, и будущее ваше, прошлое не ваше, прошлое прошлое, забудьте, оно, вот это, вот это потрясающий дар, мне многие спрашивают, Максим, какой у тебя есть дар, я говорю, короткая память, это дар от Бога, это чудеса, когда, вот, вот знаешь, ты просто забываешь, если я не запишу, я забуду, а если запишу и положу куда-нибудь, не знаю куда, я забуду тем более, поэтому я всем сообщаю, я сразу же, если задание кому-то посылаю, я сразу же посылаю на 18 имейлов, чтобы я не забыл, чтобы кто-нибудь чистой совестью напомнил мне, какое задание дал, на брата настучал, ты помнишь, ему говорил, и у меня жиросотрудники этому говорят, запиши, что я этому дал задание, а этому скажу, помни, что я ему дал задание, и у меня такие перекрестки, такая забывание, это счастье в жизни, я говорил, что склероз, это счастливая болезнь, ничего не болит, и каждый день новости, каждый день счастье, информация новая, обнуляйте, вот это, знаешь, это реакция внутреннего мира, многие спрашивают, почему ты так мало помнишь, потому что у меня в настоящем так много происходит, что у меня емкости этих гигабайтов не хватает, чтобы держать информацию прошлую, и мозг просто затирает, затирает, особенно те файлы, которые вообще не нужны, когда мне кто-то начал говорить, а вот знаешь, а вот этот, я говорю, зачем ты меня грузишь, я говорю, умоляю, не рассказывай мне, пожалуйста, ради Христа, не хочу ничего знать, но он же говорит, да я знаю, что все говорят, я как-то жен пасторов собрал, и у меня были пункты женам пасторов, и дошел до 16 пункта, я говорю, знаете, что против вас люди говорят, критикуют, обсуждают, раз такие женщины напряглись, в смысле, а это жены пасторов, я говорю, говорят против вас всякие гадости, и потом я говорю, вот знаете, хочу вас спросить, вы когда-нибудь участвовали в разговорах против Максима Максимова, я, конечно, думал, что они участвовали, но когда они притихли, а женщины особо врать не умеют, особенно жены пасторов, я подумал и не думал, что настолько плохо все, настолько запущена ситуация, я говорю, вы видите, почти все участвовали в каких-то разговорах, кто-то что-то тебе говорил, ты ухо свое вытянул, говорил, извиняюсь, и ты говорил, я знаю, что все говорят, какое мне дело, я можно умереть, если ты будешь узнавать, кто что сказал, все что-то базарят, это аллилуйя, базар это место, где люди торгуют, и когда они говорят, они просто чешут языками, если мне в сознании кто-нибудь пропишет, вот он говорил против тебя, и это тоже что-то там, и это тоже, и потом ты хочешь с этой информацией, он уже три раза покаялся, восемь раз забыл, и когда меня видит, уже у него счастье, а у меня прописано, он говорил против меня, и когда мне кто-то улыбается, я говорю, ух ты, улыбишься, ну говорят и говорят, вороны каркают, я что, должен бегать и записывать, кар-кар-кар был или кар-кар? Каркают, пусть каркают, птицы поют, пусть поют, воробьи чирикают, для того они созданы, бездельники, они чирикают, мне, чтобы прийти на работу, провода натянуть, помочь мне с шукатуркой, они чирик-чирик, аллилуйя, вороны кар-кар, только в помойке лазают и каркают, где какая вонючка лежит, ну это жизнь, вы согласны со мной, драгоценные? Не убивайте себя в поисках того, кто что на меня, говорят, и слава Богу, сегодня одно говорят, завтра другое говорят, сегодня они кричат, мессия, завтра кричат, распни, а потом говорят, прости нас, потому что мы тебя распяли, покаялись-то кто в первый день, день Бесятницы? Те, которые кричали, мессия, потом кричали, распили, теперь они говорят, ой, прости нас, аллилуйя, мы случайно тебя убили, забывая заднее, не клинься, ну говорил и говорил, забудь, не гляди, я переживаю, вот именно, переживи это быстрее, не нужно вот переживать, переживи, перемотай, просто ускорбь, все, перейди на следующий этап, не нужно эмоции выплескивать, ну говорят и говорят, ну плохо тебе, ну плохо, ну ладно, что ты мучаешься? Ну мне плохо, тебе еще хуже будет, если ты будешь думать о том, что тебе плохо. Вы со мной, драгоценные мои? Это все равно, что из тебя выходит какая-то желчь, а ты берешь и обратно наливаешь, чтобы хуже было, вы улавливаете, о чем я говорю? Ну, знаете, когда из нас соли и вода выходят, это сбрасывается в одно место, ты не пьешь же это обратно, можно умереть от этого, и ты просто смываешь все в унитаз и все, не запуская обратно, повторного переживания этих не должно быть, ушло, ушло, все сказали на это, но меня удивляют люди, которые просто обратно залаживают, ну понимаешь, не все так просто, если ты говоришь не все так просто, тебе не, мне говорят, знаешь, а тебе просто, я говорю, аминь, а вот мне просто, ну жизнь такая, просто, ну пойми, ну Бог с тобою, ну да, Бог со мною, я просто сделал выбор, Бог со мною, ну понимаешь, у тебя все в будущем, аминь, я сделал решение, все в будущем, Ну, понимаешь, вот у меня раньше было, да было, ну и что теперь? Что, я должен с похоронным венком за тобой ходить? Вот у него было так хорошо, свои фотографии, да, он, он, он раньше служил Богу, да. Хватит! Начинай жить сейчас! Сегодня день спасения, сегодня день благословения, сегодня начало, сегодня жизнь. Аллилуйя! Ну, кризис же, понимаешь, я понимаю, добро пожаловать, плохо, всем плохо. Есть что-то оптимистичное, каждый день, каждую неделю цена на недвижимость падает на 1%, 50 недель 50%, через год квартиры будут 50%, дешевле на 50%, аллилуйя! Скоро бесплатно, наверное, выдавать будут, не забудь взять. Поймите, не нужно клинить на старом, ну было, ты был такой супер классный, супер богатый, супер молодая, супер красивая, но теперь ты вот такая, какая есть. К зеркалу подходишь, оно трескается, все нормально. Купи железное зеркало, там не так все хорошо видно. Ну, я раньше была, была да сплыла, все, добро пожаловать в клуб, аллилуйя! Не, ну я, я хочу, не все! Майкл Джексон хотел, хотел и все, кончился, отхотелся. Он то цвет решил поменять, то форму решил поменять, а потом так заболел, что даже не знал, как жить и умер. Вот и все. Это жизнь! От нее иногда умирает в конце. Кто-то говорит, жизнь это такая болезнь, в конце всегда умирают. Дорогие, это жизнь. Если кому-то говорит смертный, тебе врач сказал смертный приговор. Ну, дорогой, если тебе сказали смертный приговор, есть два пути. А. Исцелиться, Б. Умереть. Нормально. Ты перейдешь, ну как, имей отношение с Богом, обратись к Богу твоему и скажи, Господь, я иду к тебе. Вы знаете, когда ты подходишь с пониманием, не с ужасом, я боюсь, твое будущее, царство небесное твое. Скажите на это аминь, а? Аминь. Твое. И поэтому скажи, Господь, я хочу, чтобы все пришло в правильное время. Я хочу, чтобы пришло, моя встреча с тобой произошла тогда, когда ты хочешь, не когда я хочу. Моя жизнь в твоих руках. Я, конечно, как пастор с удовольствием буду молиться за твое исцеление, за полное восстановление, чтобы Бог дал тебе силы, длинную жизнь. Ну, поймите, ну, вчера умер в Англии человек-долгожитель, самый старый человек земного шара, 113 лет, ну, умер. У нас все тут кричат проповедники, 120 лет, 120 лет, пусть 120 лет. Но я когда посмотрел на этого дедушку, 113 лет, он сидит такой, у него голова не держится. Он первый мировый участвовал, а второй мировый участвовал. Он всех королев шесть штук видел за последние. И ему награды вешают, вешают, а ему каждая награда как бревно. Там, знаешь, он уже, как я у дедушку думаю, его везде возят, все всеми здороваются. Он уже, похоже, не понимает, куда-то привезли. Мне больше всего понравилось, когда ему очередную награду дали за то, что он выжил, все это пережил. И он такой уже старенький, он уже раз так честь пытался отдать. Я посмотрел, думаю, вот мужик молодец, живет, еще честь пытается отдать. Но подумал, хотел бы я, чтобы вот так меня возили, как куклу, и всем показывали. Вот, смотрите, оденьте на него еще что-нибудь. Да, да, аллилуйя. Если он верующий был, сейчас он ходит по раю и говорит, Господи, почему так долго? Знаете, когда муж с женой в старости, в глубокой, старики, старики верующие, им уже под сто лет умирают, в один день, и заходит ангел Господень и говорит, пройдемте, вы прожили жизнь святую, праведную, я покажу вам небеса. Идут по улицам и говорят, вот это ваш дом, они вау, вот это комната, вот это ваш спортзал, вот это ваш бассейн, вот это ваш сад небесный, вот здесь деревья растут, потрясающие плоды каждый день, а это ваш холодильник, здесь такая еда, 200 видов мороженого, 200 видов фруктов, там и все, и все, а здесь у вас это, здесь то, здесь то, и муж разворачивается, как жене дает подзатыльник. Говорит, ты, говорит, если бы не твои диеты, уже давно бы здесь были. Все должно наступить правильное время, ну согласитесь, драгоценное, аминь, да? Конечно, пусть это правильное время будет позже, но мы понимаем, блажен человек, понимающий, различающий время, блажен народ, знающий зов, призыв Божий, понимающий время, когда Бог говорит, и что Бог говорит. Бог обращается, не нужно ковыряться в прошлом, не нужно жить в прошлом, не нужно там, перестаньте, забывая заднее, мы отрезаем заднее, мы устремляемся вперед, мы смотрим на Господа, мы ожидаем от Бога, мы ожидаем славы Божьей, Духа Божьего, мы ожидаем, что Бог начнет делать что-то великое, настоящее в нашей жизни. Драгоценные, вот в этом есть что-то, что-то настоящее. Конечно, можно жить в прошлом, я помню чудное мгновение, там явилось, не явилось, да уже застарился, ну уже все, пенсия уже, что ты там помнишь, сидишь, смотри вперед с ожиданием, если человек говорит только о прошлом, это опасные вещи, когда человеку просто послушайте, если ты говоришь, я был, я ходил, я видел, я был там, я был там, если человек пытается зафиксировать прошлое, вы знаете, мне не нравится фотографироваться возле каких-то мест, и там чик-чик все фотографии, возле этой, возле этого, возле этого, возле этого, чик-чик-чик, везде, вот вот здесь, я здесь, я здесь был, я здесь стоял, я здесь стоял, вы знаете, мне уже так неинтересно, потому что я не люблю посмотреть фотографии, вообще не могу терпеть, ну во-первых, потому что я там молодой, красивый, и потому что ты осознаешься какой-то старый, А с другой стороны, у меня нет времени жить. Я удивляюсь людям, которые, знаешь, снимают половину жизни, а вторую половину смотрят, что они засняли. Помнишь, мы были молодые. У нас где-то эти видеокассеты лежат, вообще их не смотрим. Где-то они лежат, и Господь пусть они лежат, там, аллилуйя. Вы потом будете смотреть, как мы жили. Но нет времени жить. Я не могу жить прошлым. Прошлое прошло. Это мы придумали его фиксировать и жить в прошлом. Но нужно жить в будущем. Смотреть, устремлять взгляд вперед. Что Господь приготовил для тебя? Конечно, если ты живешь во грехе, твое будущее печально. У нечестивца нет будущего. У нечестивца нет судьбы. Его судьба катастрофа. У праведника великое светлое будущее. У праведника великие благословения. Скажите на это аминь, драгоценные. Красивое будущее. Если ты праведным, что нужно сделать? Нужно построить отношения с Господом. Нужно построить, нужно принять Иисуса и сказать, Иисус, я хочу жить праведной, святой жизнью. Я просто прочитаю место. Можно я здесь прочитаю с вами? Давайте откроем Иеремии. 17 глава, 5 по 8 стих. Здесь замечательные слова написаны. Мы многие знаем проклят человек, полагающийся на человека. Но дальше как бы забываем, что там написано. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется, полагается на человека. И плоть делает своею опорою. И которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как вереск в пустыне. И не увидит, когда придет доброе. Я прошу вашей Библии, подчеркните. И этот человек не увидит, когда придет добро в твою жизнь. Этот человек не увидит. Сейчас на меня посмотрите. Я истолковываю. Бог говорит в этом месте Писания, что проклятие приходит на того, кто думает, что все его ответы в людях, которые вокруг него. Он полагается на свои связи, контакты, на знакомства, на договора, на еще что-то. Он полагается на окружающих людей и думает, ну все, вот у меня все нормально. Он говорит, ха-ха-эй, ты будешь, как вереск в пустыне, и не увидишь, когда придет добро. Потому что ты сфокусирован на людях. Ты сфокусирован, кто мне поможет, кто мне поможет, кто мне окажет помощь, кто поддержит меня. Не увидишь, когда твое добро придет. Пропустишь его, прошло твое добро. Скажите на это о меня. И дальше идем. И поселится в местах знойных степи, в земле бесплодной, необитаемой. Теперь послушайте, о чем здесь говорится. Люди хотят селиться в местах водных, обитаемых, там, где есть вода. А этот человек с перепугу, с ошибки своей поселится в знойной степи, в необитаемую. Он все сделает неправильно. Кто хочет в пустыне жить? Никто. Кто хочет пропустить добро? Никто. Но кто полагается на людей? Кто полагается на связи, на контакты, на плоть? На все! Максим, ты мне поможешь, поможешь? Вот это, знаешь, помоги мне, помоги раскрутиться. Я говорю, не делай человека опорой своей. Если ты полагаешься на человека, кину тебя и будешь его потом жалеть. И добро твое пройдет мимо тебя. И второе еще в пустыне окажет. И вообще хуже. Представляешь, добро прошло. Очнулся, посмотрел вокруг, смотришь, пустыня. Вау! Скажем на это аминь, а? И дальше написано. Благословен человек, который надеется на Господа. И которого упование Господь. Ибо он будет, как дерево, посаженное при потоках вод. И пускающее корни своего потока. И не знает оно, когда придет зной. Оно понятия не имеет. Слушайте, вземнительно. Стык, как дерево. Там вода под низом течет. Корни пустил, питаешься снизу. Снаружи жара. А ты даже не знаешь, что жара что ли? Не понял. Все говорят, засыхает. А у тебя корни питаются от воды там снизу. Вы знаете, когда в Израиле ты находишься, там возле каждого дерева проложена трубочка. И кап, 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 кап. Там реки воды живые запускают. Каждому дереву такая капельная система полива. И это дерево понятия не имеет. Жара не жара, растет. Лишь бы речка не пересыхала. Ты будешь как дерево, посаженное при потоках вод. Пришел зной, пришел кризис, пришла проблема. Эмоциональная проблема. Любая напряга пришла, а ты не знаешь. Тебе, беда. Ты говоришь, серьезно? Аллилуйя. Я как с одним человеком летел в самолете. Он говорит, что все говорят, кризис, кризис. Понятия не имею, о чем идет речь. У меня как работал я, так и работаю. И Бог благословляет. Я говорю, ну как? Ну ведь должно быть снижение. Он говорит, нету снижения. Я говорю, ну ты в какой области работаешь? Говорит, строительный. Я говорю, строительный стоит. Он говорит, у всех стоит, а у меня не стоит. Я думаю, какой ненормальный. Я говорю, а ты кто? Он говорит, я верующий в Иисуса Христа. Я говорю, приходи в нашу церковь. Нам такие нужны. Ты на нас похож. Лист его зеленый. В зелени. Зелени в карманах много всегда. И во время кризиса, засухи, оно не боится. И, более того, не то, что я не боюсь, я не боюсь засухи. Нет. Оно не перестает приносить плод. Все скажем, не перестает приносить плод. Не перестает приносить плод. Не перестает. Я не перестаю приносить плод в сухие сезоны жизни. Причина почему? Когда мы полагаемся не на плоть, не на связи, не на прошлое, не на окружающее, не на человеческое, но мы опираемся на Божье. Когда мы опираемся на Господа. Скажем на это аминь, драгоценные. Я бы хотел помолиться молитвой со всеми вами. Пожалуйста, встаньте. Сегодня день, когда каждый человек может принять Иисуса Христа в свое сердце. Сегодня день спасения, сегодня день покаяния. Давайте сегодня обратимся к Господу в молитве покаяния. Закройте свои глаза, пожалуйста. Я прошу всех людей в этом зале закрыть. Может быть ты находишься перед телевизором в это воскресное утро, в этом прямом эфире. Я хотел бы молиться за тебя, молитва покаяния. Наше собрание продолжается, и мы молимся Господу. Если ты хочешь сказать Иисусу, прости меня, если ты хочешь покаяться, подними сейчас свою руку, я бы хотел помолиться за тебя. Если ты никогда не обращался, не каялся, подними руку. Аминь. Также все те люди, которые хотят сказать Господу, прости меня. Если ты хочешь покаяться, ты тоже можешь сказать, прости меня, Иисус. Скажите вместе со мной эту молитву. Я буду говорить первой, вы повторяйте за мною. Все скажите. Отец Небесный, я прошу тебя, прости меня за мои грехи. Прости меня за безбожие. Я каюсь. Я нуждаюсь Тебе. Помилуй меня, Господь. Очисти меня. Иисус, омой меня Твоей чистой кровью. Очисти мое сердце от всякого греха, от всякой скверды. Иисус, я каюсь. Я признаю Твое господство. Ты мой спаситель. Ты мой победитель. Ты мой Господь. Я признаю Тебя Своим Господином. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Если вы молились этой молитвой, это значит, что вы приняли Иисуса Христа в свое сердце. И мы хотим сказать благословение в вашу жизнь. Мы хотим благословить вас, всех людей, которые находятся здесь, и всех, которые смотрят нас сейчас в прямом эфире. Давайте прострем руки в эту камеру. Прострите руки в эту камеру. Я простряю в эту камеру. Мы молимся и говорим благословение. Божья благодать и благословение в вашу жизнь. Да коснется вашей жизни Господь. Да прибудет с вами Господь. Да направит вас Господь. Да удержит вас Господь в своей руке. Благословляю именем Иисуса Христа. Господь всемогущий поддержит тебя, исцелит тебя, спасет тебя, ободрит тебя и направит тебя во имя Иисуса Христа, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Драгоценные, получили ли вы сегодня благословение? Аминь. Я тоже получил большое благословение. Партнерство Бога и человека помогает сегодня менять реальность многих людей. Партнерство – это огромнейшая сила. В партнерстве есть что-то невероятное. Муж и жена – они партнеры. Партнеры в явлении славы Божьей. Вместе муж и жена могут сделать много великого, если они будут поддерживать друг друга. Благословенная жена, благословенный муж, благословенные дети. Партнерство имеет невероятную силу. Бог Отец послал Сына Своего на эту землю, как партнера, который пришел и искупил нас от всякого греха, от проклятия. Партнерство – это невероятная сила. В партнерстве мы можем достичь великих вещей. Телеканал СНЛ нуждается в партнерстве. Почему? Во-первых, мы являемся первым христианским телеканалом, и у нас нет западных хозяев или западных спонсоров. Мы являемся нашими, бывшей советско-союзными людьми. Во-вторых, многие люди ждут, что кто-то из Запада будет помогать. Но почему мы не должны помочь самим себе? Ведь это наша земля, ведь это наша родина, ведь это наша территория, ведь Бог нас поселил вместе, дал нам общий язык, дал нам общее видение. И почему бы нам не позаботиться о своей земле? В-третьих, партнерство – это зрелость. Когда мои дети были маленькие, я о них заботился, моя жена о них заботилась, мы их взращивали. Но когда они выросли, они стали нашими партнерами. Сегодня они участвуют в моей жизни, сегодня они поддерживают, я ожидаю от них партнерства. Драгоценный телеканал СНЛ проповедует уже много лет. И вы знаете, за эти 10 лет, которые мы вещаемся, а мы первый христианский канал на русском и украинском языке, мы ожидаем от наших зрителей участия. Конечно же, мы понимаем, что вы потребляете помазание, слово, проповеди, и мы делаем все, чтобы ваша жизнь менялась. Но знаете, пришло время, чтобы вам повернуться и сказать, я хочу поддержать то, откуда я питаюсь духовно. Телеканал СНЛ – это духовная пища на каждый день. Я прошу вас, пожалуйста, поддержите нашу работу. Примите активное участие в созидании телеканала СНЛ. Вместе мы можем очень многое сделать. Вместе мы можем принести изменения на эту землю. Вместе мы можем проповедовать Евангелие тем людям, которые еще не знают. Если вы утвердились, если вы уже во Христе, если вы укрепились, если вы зрелый человек, давайте вместе делать что-то великое. Я благодарю вас за ваше участие. Хочу сказать спасибо тем, которые уже поддерживают христианское телевидение. Давайте вместе изменим этот мир. Давайте проповедовать Евангелие Иисуса Христа до краев земли. И нам не будет никакого ограничения. И мы с собой на небеса заберем миллионы людей. Пусть Бог благословит вас. Спасибо вам за ваше решение и желание поддерживать христианский телеканал СНЛ. Вместе мы сила. И от себя лично я хочу сказать спасибо всем моим друзьям и партнерам. Спасибо за ваше доверие. Я сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие. Я сделаю все, чтобы Евангелие проповедовалось для наших людей на русском и украинском языках. Пусть Бог благословит вас. Вы только что посмотрели проповедь Максима Максимова, который является пастором церкви «Новая жизнь» города Алматы, епископом церквей «Новая жизнь» и основателем СНЛ. Мы благодарим вас за партнерство. Ваше участие в поддержке СНЛ помогает созданию таких программ. Пусть Бог благословит вас.